ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Журналистов пригласили за два часа до приезда президента. После его отъезда еще некоторое время прессу не выпускали в зал. Президент Токаев раскритиковал экономический блок Кабмина и сказал, что будет меняться состав, будут назначены новые лица. Президент оценил Бектенова как трудолюбивого и высокообразованного человека. Правительство в своей деятельности должно сочетать такие качества, как профессионализм, ответственность, оперативность, инициативность. Правительству необходимо принимать смелые, твердые решения, направленные на стимулирование и диверсификацию экономики во благо нашего народа. Фракция Народной партии и ОСДП воздержались от голосования за кандидатуру Бектенова. Всего их было семь человек. Все остальные депутаты проголосовали за Бектенова. Неконтролируемый и нередко безосновательный рост цен на продукты, товары и услуги не дают нашим гражданам почувствовать благополучие от повышения заработных плат, повышения пенсии и пособий. Уважаемый Касымжумат Кемелевич, фракция Народной партии Казахстана приняла решение воздержаться по кандидатуре Олжаса Бектенова на должность премьер-министра. Решение фракции Народной партии Казахстана – это сигнал к тому, что пора правительству менять подходы и не наполнять новые формы старым содержанием. Пока наши сомнения не будут развеяны решительными действиями нового премьер-министра, у нас такая позиция. Остаются нерешенными многие вопросы. Например, вопросы по жилью для уязвимых слоев населения, высокий уровень закредитованности, нерешены социально-экономические проблемы села и многое другое. В каждой отрасли и каждом направлении их достаточно. И в этом смысле Казахстану требуется свежий взгляд на решение накопившихся вопросов. Нужна прорывная инициатива по построению нового экономического курса, фундамент которой прошлый состав правительства так и не заложил. В этом плане у нас есть определенные сомнения по новой кандидатуре в премьер-министра. Фракция СДП решила воздержаться при голосовании за кандидата в премьер-министра. Я думаю, вкупе все эти качества стали причинами его назначения, в том числе и достаточно молодой возраст. И к этому времени уже накапан большой опыт работы, в том числе и в качестве руководителя. И поверьте мне, руководитель администрации и главы государства – это одна из самых больших академий в этой жизни. Скажите, а вы верите при жесткой вертикали власти, что у нас все президент решает, что этот премьер снова будет оглядываться наверх и не будет таким же решительным? Я верю в реформы, которые у нас в стране начались. Мы все в них, думаю, верим, да, потому что действительно сделаны реальные шаги к реальной демократизации в нашей стране. Поэтому, если не будем верить, тогда зачем нам всем работать? Я, например, верю, что будет нормальная работа выстроена. По итогам 2023 года экономика у нас возросла всего лишь на 5%. С такими темпами мы те задачи, которые поставил президент, не достигли. Кроме этого, нами был принят законопроект о возврате незаконно выведенных капиталов. Законопроект был принят, но до сих пор конкретной работы со стороны правительства мы не видели. Мы хотим и знаем, что порядка более 150 миллиардов долларов были вывезены из Казахстана. Их нужно возвращать. Почему именно Бектенов? По словам политологов, 43-летнего алматинца генерал-лейтенанта Бектенова выдвигает в правительство с очевидной повесткой – решительный возврат активов и беспощадная антикоррупционная зачистка. Правда, в бытность его работы в антикоре его ведомство боролось не с причинами, а со следствием. И боролись тогда с коррупцией с помощью плакатов и спектаклей. Эффективность этой борьбы сомнительно, говорят наблюдатели. Что же теперь намерен сделать Бектенов? Наша основная задача – поддержка местного бизнеса. Важно эффективно использовать потенциал сельского хозяйства. Правительство намерено расширять возможности использования искусственного интеллекта и новых технологий. Акцент будет делаться на промышленность, нефть и другие отрасли. Необходимо увеличить долю производимой в стране продукции. Будем запускать в полной мере систему офф-тейк контрактов. Отметим, что офф-тейк контракты – это договор на поставку товара, который поставщик планирует произвести и в будущем поставить его заказчику на заранее оговоренных условиях. Политологи говорят, что Олжас Бектенов, во-первых, молод, во-вторых, не относится к категории, работающих в старом Казахстане на руководящих позициях. Самое главное, что он не работал в прежнем кабинете министров. Соответственно, свободен от тех стереотипов, которые были присущи всем прежним премьер-министрам, полагают аналитики. Кроме того, его оценивают как сильная и даже жесткая фигура. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Подрядным компаниям в Актюбинской области не хватает техники для зимнего содержания автодорог. Особенно напрягает ситуация на загородных трассах. Занесенные снегом магистрали не успевают расчищать. В итоге заторы из большегрузов затрудняют движение на оживленных автобанах. После многочисленных жалоб сотрудники антикора вместе с общественниками решили проверить состояние самой проблемной в регионе трассы. Что из этого получилось, расскажет Лайла Уесова. Эта дорога Актюбе-Карабутах-Улгайсын, которая соединяет областной центр с городом Храмтау. А еще трасса считается частью международного транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай». По автобану ежедневно проезжают до 10 тысяч автомобилей. Эта дорога уже эксплуатируется в 18 лет. Третья техническая категория. Ее интенсивность должна составлять 3000 автомобилей. Настоящее время составляет зимний период 10 тысяч, летний период до 15 тысяч. В связи с этим на дорожную одежду идет большая нагрузка. Плачевное состояние дорожного полотна вызывает массу нареканий не только у местных жителей, но и иностранцев-транзитников. Водители постоянно жалуются на ямы и выбоины. Говорят, что на этом отрезке пути их всегда ждет полоса препятствий. До Карабутака вообще дороги нет. Яма на яме. Мы едем из Москвы транзитом через всю область. Трасса в ужасном состоянии. 100 километров преодолеваем за 2,5 часа. А если сломаешься в пути, то никто не поможет. От некачественных дорог страдают не только дальнобойщики. Из строя выходят и рейсовые автобусы с мигрантами из ближнего зарубежья. Из-за буранов и плохой видимости хромтавскую трассу закрывали 40 раз, а из снежного плена спасли десятки человек. Еще одна масштабная проблема – расчистка загородных трасс от снега. Как пояснили в областном филиале Каш-сервис, объем работы у них большой, но ресурсов не хватает. Дочерняя компания Казавтажола обслуживает трассы в семи направлениях, а для этого нужно около 260 единиц техники. «Большая проблема и с финансированием. В этом году из положенных 4,5 миллиардов тенге нам выделили всего 3. Еще полтора миллиарда не хватает. На содержание дорог необходимо 257 единиц техники, а у нас в автопарке всего 97. При этом больше половины машин изношены. Мы вынуждены их ремонтировать и выпускать на линию». Хромтавская трасса не видела капитального ремонта с 2006 года. Только за минувший год на этом участке произошло около 50 ДТП, в результате которых погибло 33 человека. Разбитыми дорогами заинтересовались и в антикоррупционной службе региона. Вместе с волонтерами они провели выездной мониторинг. По словам специалистов, больше всего коррупционных рисков приходится именно на средний и текущий ремонт дорог. «По результатам мы сейчас выявляем о том, что именно некачественное состояние ремонта и содержания этих дорог, а также недостаточное выделение техники». «А кого они привлекали к ответственности?» «В настоящий момент, видите, работа антикоррупционной службы, в первую очередь, направлена на предупреждение именно правонарушения в сфере коррупции. Именно по данным вопросам мы сейчас стараемся более воздействовать в превентивном способе». Между тем, на этот год власти запланировали реализацию 97 проектов общей стоимостью 92 миллиарда тенге. Отремонтируют и построят в регионе свыше 600 километров дорог, в том числе и Хромтаусскую трассу. Реконструкция данного участка начнется весной. Через Актюбинскую область проходит почти 2000 километров дорог республиканского значения. В этом году планируется капитально отремонтировать 4 трассы. И, как заявляют чиновники, по итогам проделанной работы доля автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в регионе достигнет 80%. Лейла Уэсов, Жумар Тудайбергенов, телеканал ТТК-42, Актюбинская область. В Мангустаусской области презентовали автобусы на метане. Во все районы и регионы начнут курсировать 10 экологически чистых и комфортабельных автобусов марки «Ютонг». Эта инициатива признана улучшить качество транспортного обслуживания, содействовать экологической устойчивости, снизить нагрузку на потребление сжиженного газа. Новые автобусы рассчитаны на 53 посадочных места и оборудованы всем необходимым. Системой кондиционирования, камерами внутреннего видеонаблюдения, аппарелью для людей с ограниченными возможностями, метановым двигателем и системой GPS. Стоимость проезда варьируется от 300 до 2000 тенге в зависимости от маши рута. В рамках реализации стратегических поручений президента Казахстана Касыма Жемарта Тукаева по социально-экономическому развитию региона, в Мангостау запущен проект по организации автобусных перевозок, соединяющих областной центр Мангостауской области с районными центрами. Это очень важный шаг в обеспечении доступного транспорта для жителей отдаленных районов. Теперь современные автобусы туристического класса будут обеспечивать комфортабельные переезды в областной центр, предоставляя жителям районов удобный, более экономичный способ передвижения. Обвал произошел на скальной тропе в Актау. В результате пешеходная зона была частично повреждена. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время территория для отдыха жителей временно закрыта. Наш корреспондент передает с места события. На скальной тропе в Актау произошел камнепад, который частично разрушил пешеходный переход. Местный Акемат сообщил, что подрядчик, ответственный за его благоустройство и содержание, пока не определён. Объявлен конкурс на ремонтные работы. «После определения подрядной организации будет проведена полная проверка территории скальной тропы, выявляются опасные места и также будет отремонтирован пешеходный переход». Жители города, которые регулярно гуляют по тропе, выразили желание, чтобы все необходимые работы были проведены вовремя. «Я не знаю, вроде бы за какой-то организацией было вот это закреплено, чтобы смотрели, какие-то сетки натянули, но этого нет». «А вот вам страшно этот кусочек проходить?» «Нет, мы ходим постоянно, каждый день». «Не смотрите на них?» «Смотрим, смотрим, пробегаем». Разрушенную пешеходную дорожку на скальной тропе сняли местные жители. Первый раз огромный булыжник упал на пешеходную дорожку в 2020 году. Затем, через полгода, скалы обвалились снова, разрушив скамейку. Сейчас скальная тропа находится на балансе Акимата города. Данна Келебаева, Мукоголин Урдаулетов, Азлбек Кабикенов, телеканал ТДК-42, Актау. Крупный пожар произошёл в Абайской области. В Семее загорелся торговый дом. В ночь на 6 февраля поступил сигнал о возгорании. Огнеборцы установили, что горели бутики на первом этаже с распространением на второй этаж. Жертвы пострадавших нет. В 11 часов 39 минут утра пожар был локализован благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям области. К слову, первые расчёты на место прибыли буквально за две минуты. Тут наблюдалось сильное задымление. На месте пожара работает оперативно-следственная группа департамента полиции и дознавателей департамента ПУЧС. Всего за прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 154 выезда. Из них на пожары и случаи горения 73, на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы 80, при которых спасено и эвакуировано 58 человек. Сложность тушения заключается в высокой температуре, большой пожарной нагрузке, легко воспламеняющихся материалах, сложности планировки здания и угрозе обрушения кровли здания, что создаёт опасность для работы личного состава. Жертв пострадавших нет. На месте действует штаб пожаротушения. Силы и средства работают по повышенному рангу номер 3. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 487 человек личного состава, 46 единиц техники и один пожарный поезд. Работы по тушению возгорания продолжаются. Причина пожара и предварительная площадь устанавливаются. Проводятся исследования испытательной пожарной лаборатории. Работы по тушению продолжаются. Более тысячи тонн рыбы незаконно экспортированы в страны ЕС и из Алматинской области. Досудебное расследование по факту экономической контрабанды рыбной продукции в особо крупном размере проводится департаментом агентства по финмониторингу по Алматинской области. Установлено, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 юридическое лицо экспортировало в страны Евросоюза более 1135 тонн филе судака. При этом для получения разрешительных документов на экспорт руководством ТО использованы подложные ветеринарные сертификаты, свидетельствующие о происхождении и возе рыбы с Кыргызской республики. Однако данная рыба фактически выловлена в водоемах Алматинской области без наличия разрешительных документов. В ходе расследования пресечен факт отгрузки на экспорт рыбной продукции общим весом 125 тонн. Расследование продолжается и на информации в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит. Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за экономическую контрабанду. В Западно-Казахстанской области педагогам не выплачена соответствующая надбавка на сумму 259 миллионов тенге. Об этом сообщили специалисты антикоррупционной службы. Как известно, педагогам необходимо установить надбавку за особые условия труда в размере 10% от должностного оклада. Однако отделом образования Сырымского района в 2020-2023 годах не предусмотрена доплата 1195 работникам 26 организаций образования. После вмешательства департамента отделом образования внесены изменения в тарифационный список, произведен перерасчет заработной платы. Виновные лицы привлечены к дисциплине ответственности. Эпидситуация по вирусным заболеваниям в Западно-Казахстанской области остается неблагополучной. Об этом заявил заместитель и руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нурлабек Мустаев на площадке службы региональных коммуникаций. Наш корреспондент продолжит тему. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области неблагополучной остается ситуация по коре. Если за период 2023 года было зарегистрировано 477 фактов заболевания, то уже с начала текущего года насчитывается 205 подтвержденных диагнозов кори. Заболевания регистрируются по всей территории Западно-Казахстанской области, за исключением Букиординского и Женебекского районов. Наибольшее количество заболевших в возрасте от 1 года до 4 лет. До 90% заболевших оказались не вакцинированы от кори. Как вы знаете, вакцинация против кори у нас проводится согласно национальному календарю прививок в два раза. Это в год и в 6 лет плановая вакцинация. Учитывая нестабильную эпидемию ситуации на территории Республики Казахстан, главным государственным санитарным врачом было вынесено постановление о проведении дополнительной массовой иммунизации с 6 ноября 2023 года. В рамках данной дополнительной массовой иммунизации у нас охвачены дети 6-10 месяцев, 2-4 года и лица до 18 лет, которые ранее по каким-либо причинам не получили своевременную вакцинацию. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом также неблагополучна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидсезона заболеваемость увеличилась на 50%. Зарегистрировано 81 случай гриппа и свыше 120 тысяч случаев ОРВИ. По области имеется циркуляция вируса гриппа А. Зарегистрировано 81 случаев. Из них среди детей 28 случаев до 14 лет и 23 случаев среди беременных женщин. При исследовании показалось, что на территории области циркулирует грипп типа А, H3N2. Также в области фиксируется заболевание коклюшем. С начала текущего года зафиксировано два случая коклюша среди детей до года. Чтобы избежать вирусных заболеваний, санэпидемиологи рекомендуют вовремя вакцинировать детей. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. В Уральском центре оказания специальных социальных услуг прошло спортивное мероприятие по зимним видам спорта «Борыс-2024». Главная цель – улучшить взаимодействие людей с особыми потребностями и формирование здорового образа жизни. В спортивном состязании приняли участие 10 команд и 70 участников. Люди с особенными потребностями и пожилые приняли участие в спортивно-досуговом мероприятии «Борыс-2024». Ведь спорт – ключ к здоровью и долголетию. Это лыжи, коньки, различные спортивные игры и многое другое. Помимо спорта, собравшиеся смогли весело провести время, пообщаться между собой, подышать на свежем воздухе, послушать музыкальные выступления, выпить горячий чай и попробовать различные угощения. Данное спортивное мероприятие направлено не только на улучшение здоровья наших пожилых людей, но и взаимодействие между собой. Молодежь участвует в спортивных состязаниях. Для старшего поколения мы подготовили музыкальную программу. Сегодня в мероприятии участвуют около 70 человек и 10 команд с разных социальных центров города. «Борыс-2024» предполагает проведение серии мероприятий в городских парках и скверах для содействия реабилитации инвалидов и людей с ограниченными возможностями при помощи физической культуры и спорта, адаптации их к жизни и интеграции в общество. По снежкам, по этим кругам, потом проводят у нас хорошие, интересные лыжи. Мы любим самый любимый спорт и мы всегда участвуем. Хочу всем пожелать удачи, успехов и всем победы». На сегодняшний день в Центре оказания специальных услуг 538 услугополучателей. 230 из них – престарелые и 280 – люди с психоневрологическими заболеваниями. Данна Керимбаева и Була Джигапар Александр Грабарев, телеканал ТТК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте ttk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова